Сибирь привлекательна не только для туризма, но и для жизни. Больше всего привлекает сибирский климат. Здесь настоящая русская зима, так как очень холодно и есть сугробы. Лето такое настоящее, тепло, можно позагорать и искупаться. Всем привет, вы на канале «Все за 10 минут» и сегодня мы поговорим про топ-10 лучших городов Сибири. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, а мы начинаем. Поехали! Десятое место занимает Тобольск. Население 100 тысяч человек. Тобольск – бывшая столица сибирской губернии. История о освоении Сибири очень интересная. Одно дело слушать и рассказывать, совсем другое – прикоснуться к истории и прогуляться по улицам. Однако стоит учитывать, что зимой здесь очень холодно, поэтому насладиться прогулкой вряд ли получится. Выбрав более-менее располагающуюся для прогулок погоду, путешественники советуют посмотреть в Тобольском Кремле и Козенскую палату. Девятое место занимает Кемерово с населением 560 тысяч человек. В этом городе вам скучно не будет. Здесь есть интересное здание, много скверов, а какая набережная – хочется гулять и мечтать. Кемерово – это столица Шахтерского края, которая носит название Кузбасс. Это яркий город с непростой историей. Осмотр обычно начинается с площади Волково. Также на площади стоит его памятник. Также в городе есть интересное место – мостик влюбленных на улице Весенний. В марте 2018 года в городе произошла трагедия, а именно пожар в Торково-развлекательном комплексе «Зеленая вишня». Погибло 60 человек и 79 пострадавших. Восьмое место занимает Томск. Население 556 тысяч человек. Томск – это старинный город с непредаваемой атмосферой. Был основан в 1604 году. Историческая часть города привлекает туристов и гостей памятниками архитектуры. Все, что может заинтересовать туриста, в основном сосредоточено в исторической части Томска в углове с Центральной улицей Проспект Ленина. Вряд ли кому-то будут интересны спальные районы. Седьмое место занимает Новокузнецк с населением 550 тысяч человек. Это очень симпатичный город с красивыми памятниками, площадями и архитектурой. Новокузнецк постоянно развивается. Его украшают, ремонтируют, очень приятно прогуляются по улицам Кирова, Металлургов, Бульвару Героев и другим. Жители довольны своими зарплатами. По сравнению со средней полосой России они выше в два раза. Новокузнецк является историческим городом. Он был основан в 1618 году. Является одним из крупнейших угледобывающих и металлургических центров страны. Всего здесь 6 районов. Больше всего туристов, да и жителям нравится Центральный район. Здесь находятся главные развлечения и в целом очень красиво. Шестое место занимает Барнаул с населением 635 тысяч человек. Большой выбор работы, красивые места для прогулок, культурные достопримечательности и так далее. Барнаул скорее удачный выбор для проживания. Путешественнику здесь особенно делать нечего. Можно покататься на теплоходе по реке, посидеть на набережной и заглянуть в кафе. За последнее время сибирский городок изменился в лучшую сторону. Виды, открывающиеся с нового моста, великолепны. Нагорный парк отреставрированный является излюбленным местом как среди горожат, так и среди туристов. Пятое место занимает Красноярск с населением 1 миллион 67 тысяч человек. Красноярск – красивейший сибирский город на Енисеи. В центре города особенно приятно гулять. Газоны ухоженные, фонтанчики. Самым интересным местом для туристов окажется Ледовый городок. Он находится на набережной. Фигурки здесь сделаны с огромной любовью. Город активно развивается. Здесь есть где жить, где работать, проводить время и даже где подлечиться. Красноярск считается студенческим городом. Здесь много учебных заведений. У них только вузов 29. Ради чего едут туристы – это достопримечательности. В Красноярске вы можете посмотреть на коммунальный мост, фонпарк Бобровый лог, башню с часами, побывать на заповеднике Красноярские столбы, зоопарке Роев, Ручей и других. Четвертое место занимает Омск с населением 1 миллион 100 тысяч человек. Омск – город-миллионник, в котором есть много заведений на любой вкус. Город расположен на реке Ом и Ертыш. Здесь находится один из самых больших заводов по переработке нефти. Третье место в Европе. В городе проживает много казахов, так как недалеко от Казахстана. В Омске не так много красивых домов и зданий, но в отличие от других городов выделяется центр. Исторический центр реставируется и развивается. Правда, за пределами центра смотреть нечего. Обычные спальные районы. Третий месяц занимает Иркутск с населением 617 тысяч человек. Столица Восточной Сибири радостно приветствует всех гостей. Иркутск – жемчужина России. Большинство туристов попадает на Байкал именно через него. Если верить источникам, город был основан в 1661 году. Здесь происходило много событий. Желая приехать сюда, стоит учитывать, что Иркутск – суровый сибирский город. Зимой здесь очень холодно, поэтому имейте при себе теплые вещи. Летом город выглядит очень зеленым. На две части он разделен рекой Ангара. Первое, что бросается в глаза каждому туристу – это архитектура. В Иркутске обилие двух и одноэтажных зданий. И все они в разном состоянии. Самая популярная улица – это 130-й квартал. Находится в центре города и включен в экспедиционную программу. Второе место занимает Тюмень. Население 800 тысяч человек. Многие, кому посчастливилось побывать в Тюмени, называют этот город лучшим в России. А некоторым даже лучшим на земле. Город богат на скверы и парки. Прогуляться точно есть где. Можно идти по улицам и увидеть сквер. И каждый из них будет ухоженный и в хорошем состоянии. Туристы и жители любят гулять по набережной, которая подсвечивается. Что приятно, во многих сферах и парках есть бесплатные туалеты. В городе много мест для отдыха с детьми. Есть удобные игровые площадки. Тюмень – первый российский город в Сибири. Первое, что можно услышать о городе – это столица деревень. Здесь и правда много домиков, деревянных украшенных резьбой. Набережная и безусловно же мтюжина городского пейзажа. Туристы предлагают прийти сюда и полюбоваться архитектурой. Но кроме нее вы однозначно найдете, что посмотреть. Первый место занимает Новосибирск население 1 миллион 600 тысяч человек. Это третий по населению город в России. Новосибирск – динамичный молодой город, который прибедлив к путешественникам. Город основан в 1893 году, но статус города получил лишь в 1903 году. Ему потребовалось 70 лет, чтобы стать миллионником. В 1893 году он преследовал с собой поселок. В Новосибирске есть самая длинная прямая улица в мире – Красный проспект, 7 километров. И самая короткая тоже здесь. Она занимает всего 40 метров. Новосибирский метромост тоже является самым длинным в мире. Посмотреть в Новосибирске можно многое. И с большим интересом побывать в театре «Глобус», бассейне «Динамо», в комплексе «Бань», расположенных здесь в незапамятных времен. Большое удовольствие гулять в тихом центре и разглядывать старинные здания, которые видели в развитии города. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok